Легкоатлетический манеж Сибирский нефтяник Мы ежегодно проводим соревнования в рамках календаря Министерства по делам молодежи физической культуры и спорта Формируем сборную команду по легкой атлетике, которая в дальнейшем участвует во всероссийских соревнованиях и международных уже дальше по линии сборной команды России Участие в легкоатлетических стартах для молодых и начинающих спортсменов является серьезной проверкой их подготовки В конце февраля лучшие из них отправятся в город Чебоксарск, где выступят на зимнем чемпионате России по легкой атлетике Я выступала на 400 метров, потом на 60 и почти длинными были Главное, ну, например, не победа, главное, чтобы ты принял участие, хороший результат показал Среди претендентов на попадание в Омскую сборную есть и такие, кто покорил паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы В толкании ядра нет равных трехкратному серебряному призеру паралимпийских игр Владимиру Андрющенко А самый быстрый из бегунов Максимов Черенко и Александр Работницкий не так давно выступали на чемпионате мира в Катаре Вернулись, конечно, с наградами высшей пробы Казалось бы, здесь спортсменам такого уровня конкурента подстать себе не найти Однако атлеты считают, самый коварный соперник живет внутри тебя самого В первую очередь я себе говорю, что если я остановлюсь в этот день, если я не занимаюсь в этот день, другие спортсмены занимаются Это значит о том, что я уже буду на день проигрывать Это те самые две десятые, сотые, я могу проиграть И поэтому я себе каждый раз говорю о том, что надо идти, надо вставать, тренироваться, как бы там ни было Хотелось бы попасть на Олимпиаду в Рио, конечно же, это вот прям мечта каждого, наверное, спортсмена На Омском зимнем чемпионате проявил себя Александр Работницкий, выиграв две медали Золотую на дистанции 1500 метров и серебряную на 400 метров В толкании ядра отличилась Светлана Безякина На 400-метровке лучшими стали Юлия Иванова и Максимов Черенко Дукратной чемпионкой области стала Алена Филюшкина, которая еще одну золотую медаль завоевала в прыжках в длину У мужчин в аналогичном виде программы лучший результат показал Александр Игнатенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова